Девушки отдыхают 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 Лично для меня эта дата означает, что нужно продолжать борьбу, в том числе информационную борьбу, потому что это информационная война. И нужно не останавливаться, напоминать о себе и говорить, что мы белорусы и мы тут. Жилье Белорусс! 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 Идите к победе. С такими словами в годовщину августовских событий к белорусам обратился экс-претендент на пост президента Сергей Тихановский, который уже больше года находится за решеткой. Свои слова благодарности и поддержки белорусам передал из тюрьмы и другой политзаключенный режима Виктор Бабарико, которого многие политологи называли самым сильным оппонентом Лукашенко. Я никогда так не хотел жить в Беларуси, как хочу этого сейчас. И хоть 18 июня прошлого года я не видел страны, я понимаю. Образ будущей Беларуси, который есть у меня в голове, разделяет очень много белорусов. Белорусы проявляют солидарность и впервые почувствовали себя нацией, увидели огромную поддержку из-за границы. Сейчас идет общепланетарная рекламная кампания Беларуси. После победы демократии, которая неизбежна, мы сможем эту всемирную известность использовать для динамичного развития страны. Говорю вам это как рекламщик с 15-летним стажем. Идите к победе. Более 600 политзаключенных находятся в тюрьмах в Беларуси. Среди них политики, бизнесмены, правозащитники и журналисты. Тысячи белорусов успели бежать из страны. Такого масштаба репрессий Беларусь, наверное, не видела со времен Сталина. Однако есть и другие цифры, которые показывают уровень подъема национального самосознания. В пиковые моменты на улицах белорусских городов выходили сотни тысяч протестующих. А марши, хоть сейчас уже и небольшие, продолжаются до сих пор. И это несмотря на аресты, избиения и даже убийства протестующих. Год белорусского протеста в цифрах и фактах. В материале Александра Попко. Такого массового и продолжительного протеста независимая Беларусь еще не знала. Согласно соцопросам, с августа по декабрь в протестных акциях участвовали 700 тысяч человек. Это каждый седьмой взрослый белорус. Самой массовой акцией по подсчетам журналистов был марш 16 августа в Минске. В нем участвовали четверть миллиона белорусов. На воскресные марши, марши женщин, медиков, пенсионеров. Митинги и цепи солидарности белорусы выходили до середины ноября в более чем 70 городах. Протестовали даже деревни. К примеру, людей задерживали в селе Жодишки с Моргонского района. А в селе Лебедево, Молодечнинского района, протестующих избивал ОМОН. Такой была реакция общества на фальсификацию президентских выборов. А также на жестокость в адрес протестующих со стороны силовиков. С призывами провести перевыборы и остановить насилие к властям обращались целые профессиональные группы. Власти ответили репрессиями. Более 33 тысяч человек. Столько было задержано за участие в мирных акциях протеста в 2020 году. От рук властей погибли как минимум четверо. Это Александр Тарайковский. Застрелен силовиками во время протестов в Минске. Александр Вихор. Скончался после избиения в отделении милиции в Гомеле. Геннадий Шутов. Застрелен бойцами сил специальных операций в Бресте. Роман Бондаренко. Избит во дворе своего дома людьми в масках. Еще как минимум пятеро участников протеста. Это Никита Кривцов, Александр Демидов, Константин Шишмаков, Артем Поруков, Витольд Ашурак. Погибли при невыясненных обстоятельствах. С жалобами на избиение и пытки в прокуратуру обратились 4600 человек. Ни одного расследования в отношении милиции и военных власти не начали. Зато завели 4200 уголовных дел против участников президентской кампании и акций протеста. Фигурантами этих дел, по данным правозащитников, стали не менее 1400 человек. 739 человек уже осуждены. Почти 600 осужденных и подследственных признаны политическими заключенными. Самая популярная уголовная статья, которую предъявляют участникам протестов, это статья 342 Уголовного кодекса. Подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок. А также статья 293. Массовые беспорядки. Максимальное наказание по первой статье 4 года. По второй до 15 лет тюрьмы. Самому молодому из осужденных, администратору телеграм-канала из города Добруш, всего 15 лет. Самый долгий срок получил Денис Урат. Офицер генштаба, передавший СМИ информацию о привлечении армии к разгону протестов. Его осудили на 18 лет. Более 8,5 миллионов долларов. Столько пожертвований от белорусов собрали благотворительные компании «Байхелп» и «Байсол». Эти деньги пошли на оплату штрафов для более чем 12 тысяч задержанных, поддержку увольненных с работы, помощь семьям политзаключенных, а также на эвакуацию из страны тех, кому грозит преследование. По данным гражданских активистов, страну были вынуждены покинуть около 15 тысяч человек. Более 300 человек наградил Александр Лукашенко после августовских протестов. Это милиционеры, водители автозаков, представители внутренних войск, бойцы ОМОНа и сотрудники изоляторов. Ноль. Столько силовиков понесли наказание за превышение полномочий. Все белорусы изменились и будут идти до конца. Это сказали не мы, а белорусы, которые сейчас живут в разных странах мира. Для наших корреспондентов они рассказали, что для них значит 9 августа и как их изменил тот день. Во-первых, мы на Реште подняли наш национальный белорусы на белый стях, и он стал нашим оправданным национальным. И уже никто не сомневается, что после Лукашенко отразу наш стях вернется на наше законное место и будет снова нашим державным стяхом, как и Буроней. Это был такой этап, когда ты понимаешь, что жизнь не совсем беззаботна, и иногда нужно сталкиваться с очень серьезными проблемами, на которые ты, к сожалению, можешь повлиять, но не можешь их решить. Потому что не всегда от тебя зависит. Но ты все равно стараешься и делаешь все, что от тебя возможно. Я собирала подписи за Тихановскую и никогда не ожидала, что в нашей стране могут происходить такие события. Начиная с того, что ко мне пришли милиционеры и сказали мне, что я не за того человека собираю подписи, и мне нужно либо садиться, либо уезжать. И заканчивая теми ужасными событиями, которые происходили 9, 10, 11 августа. Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Я не сомневаюсь в победе. И мне не важно даже, когда она будет, но хочется в этом году. Когда все начиналось, могу сказать честно, я не очень верил, потому что я был разочаровавшимся. Но когда я увидел множество людей в этих очередях, когда я увидел улыбки на лицах, я понял, что вне зависимости от того, что власть сейчас считает, что она победила, мы смогли объединиться. Народ сплотился и понял, что у него есть шанс. И многие скептики сейчас говорят, что протест угас, что уже нет никаких шансов. Но мы сейчас буквально на середине пути, потому что введены серьезнейшие санкции против Лукашенко, которые уже имеют огромнейший результат. Сами белорусы, они стали такой, не то что даже нацией, каждый человек стал гражданином. И эти репрессии, которые сейчас там происходят, Лукашенко просто не понимает, что нельзя отгадить назад ничего. Мы уже проснулись, и мы будем идти до конца. Это просто дело времени. Все белорусы изменились, потому что все белорусы сплотились ради достижения общей цели. Кому-то сложнее, кому-то легче. Кто-то покинул свою страну из-за невозможности находиться там, из-за давления репрессий. Но, тем не менее, все белорусы по всему миру сплотились. Люди выходили не за колбасу, не за экономические вопросы. Люди выходили за свободу и справедливость. Это в определенном смысле революция сознания. Так изменения в национальном самосознании белорусов оценивает политические обозреватели и телеведущий Виталий Цыганков. Если не случилась революция политическая, то революция случилась в очень многих сферах. В первую очередь, электоральная революция. Можно гарантировать, что окончательно были разрушены социальная база и электорат Александра Лукашенко. Тут и революция с точки зрения гражданского общества. В том смысле, что намного больше людей, чем раньше, осознали ценность таких абстрактных, не конкретно экономических вещей, как свобода, демократия, политические права. Именно эти вопросы вышли на первый план. Люди выходили не за колбасу, не за экономические вопросы. Люди выходили именно за свободу, за справедливость. Это тоже в определенном смысле такая революция сознания. После августа 2020 года одним из таких революционных изменений стала культурно-национальная революция. Если, ну, особенно до августа и в первые дни августа, то это электоральное движение было достаточно абстрактным, то оно быстро перешло в национально-демократическое. Люди выделили как свои символы бело-красно-белый флаг и погоню. Старались учить петь белорусскоязычные песни на дворовых встречах, приглашали белорусских поэтов-музыкантов. Так что это в определенном смысле можно назвать такой культурно-национальной революцией, которая дала мощный импульс для рождения нации. Но я бы не сказал, что этот процесс в Беларуси завершен. Не то, что ошибки, но результат такого общественного и политического развития большинства людей, которые вышли в июле, августе, сентябре. Результат был в том, что люди недооценивали степень авторитарности, которая сейчас приходит в тоталитаризм, в милитаристскую хунту. Так мы можем говорить про белорусскую власть. Это, конечно, недооценено. Но еще я считаю, что то, что произошло, это было закономерным результатом отношения большинства белорусов, которые категорически отрицали силовой вариант. Во-вторых, все эти годы никто не готовил этот силовой вариант. На поле, что называется, на месте, не было ни одного такого политика, который мог бы взять на себя ответственность и повести за собой людей. Это тоже было результатом той ситуации, когда всех лидеров хватали и сажали. Это тоже сыграло свою отрицательную роль, поскольку в момент X все были за границей или считали, что они не имеют прав. Не было того, кто мог бы повести людей на более радикальные действия. Я бы сказал, в широком смысле, что будет дальше продолжаться загнивание системы и внутри, и в ее отношении с народом, и с международными партнерами. Будет увеличиваться количество ошибок. Начиная от самолета эмигрантского кризиса, каждый месяц-два мы имеем стратегический провал, стратегические ошибки власти, которые она прикрывает или хорохорится своими комментариями. Но на самом деле это ошибки, которые приносят этой власти вред. Это загнивание будет продолжаться. Это то, что должна была бы понять нынешняя власть, если она думает о своем будущем. Она думает, что сможет репрессиями сдерживать белорусское общество, сможет обеспечивать себе какое-то будущее только одним этим способом. Навряд ли, навряд ли. Поэтому, я думаю, власти как минимум следовало бы задуматься, к чему может привести все это упрямое нежелание идти в определенной степени рядом с самыми главными явлениями прогресса. Европейские компании отказываются подписывать новые контракты с белорусскими партнерами. Западные кредиты для режима Лукашенко станут еще дороже. Об экономическом росте в ближайшие годы стоит забыть. Эксперты подсчитывают убытки от политики Лукашенко после августа 2020 года. Экономического роста выше 2% Беларусь не видела с 2011 года. В 2020-м ситуацию усугубляет пандемия и споры о цене, поставляемой из России нефти. Экономика сокращается на 1%. С началом политических протестов в Беларуси ситуация стала еще более непредсказуемой. За массовые аресты, пытки и принудительную посадку европейского самолета Евросоюз 24 июня впервые вводит против Минска не персональные, а секторальные экономические санкции. Величина прямых финансовых потерь станет известна лишь через несколько лет. Евросоюз запретил подписывать новые контракты на поставку белорусского топлива, калия и табака, а также давать кредиты белорусским банкам. В прошлом году Минск поставил на Запад топливо на 1,8 миллиарда долларов, калия на 1,5 миллиарда долларов. Под санкциями оказываются и авиаперевозки, до пандемии приносившая Беларуси более 300 миллионов долларов в год. Эти контракты достаточно долгосрочные. То есть даже эта потеря 3 миллиардов она будет размазана, скажем так, во времени. Во-вторых, не факт, что мы потеряем все 3 миллиарда, потому что какие-то вещи можно будет перенаправить, компенсировать. Под санкциями ЕС оказались такие столпы белорусской экономики, как МАС, МТЗ и БелАС. Попадание в черный список для них – большой удар. Компенсировать потерю западных запчастей полностью не удастся. Заводы потеряли важные рынки. При участии в украинских тендерах МАС выставлял как свое преимущество то, что двигатели стоят с определенным экологическим стандартом. Сегодня мы потеряли поставки этих двигателей, соответственно, потеряем, скорее всего, и потенциальные выигрыши в тендерах на закупку Украиной общественного транспорта. Экономика страдает и от того, что за нелояльность власти уволили тысячи опытных специалистов. Из-за репрессии и непредсказуемости страну покинули 20 тысяч работников сферы IT. Эта отрасль в прошлом году принесла 2,5 миллиарда долларов экспортных доходов. Сегодня она лишилась каждого седьмого сотрудника. Сложно подсчитать точные потери, но это огромная сумма для экономики Беларуси. То есть за счет айтишников условно не откроется там студия йоги, еще одно кафе, закроется барбершоп и так по цепочке. И по оценкам риэлторов спрос на офисы в IT уже упал 15 раз в столице. По мнению Евгения Бурова, за репрессии белорусские власти могут расплатиться ослаблением курса рубля, поскольку Лукашенко придется скупать валюту. Ведь падение экспорта – это сокращение притока долларов, необходимых для выплаты внешнего долга. К тому же бюджетная дыра выросла до 3 миллиардов долларов. Поэтому впереди белорусов ждет увеличение налогов, а значит и рост цен. Александр Попко, Белсад. Но несмотря на это, Лукашенко продолжает делать вид, что в Беларуси все стабильно, а народ его поддерживает. А кто не поддерживает, тот мерзавец, либо фашист. Сегодня самопровозглашенный глава Беларуси снова рассказывал о кольце врагов, о безграничной дружбе с Россией и о том, как Запад приползет к нему на коленях. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Я вполне уменяемый человек. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали о этой Великобритании и знать не хотим. Вы прикмысне американские. Слушайте, вы же развяжете Третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей. В современном мире так называемую демократию уже давно заменил цифровой диктат. И правят в этом мире откровенная ложь, хейт, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации. Мы тогда провели подготовку к выборам и сами выборы в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни. И если обезумевший господин Борель еще в этой ситуации мне или белорусам ставит условия, но говорит о том, что он до сих пор не знает, что происходит у него на восточных границах Европейского Советского Союза. На этом мы завершаем наш специальный выпуск международной программы «Вот так», который мы сегодня посвятили годовщине самых массовых протестов в Беларуси. Некоторые эксперты уверяют, что события, которые сейчас переживает Беларусь, это только начало процесса позитивных изменений. Например, белорусы уже сейчас, как никогда ранее, начали интересоваться своей мовой, историей и символами. О протестах и национальных символах уже сейчас в материале без комментариев. А я, Юрий Солодкий, на сегодня прощаюсь с вами. Оставайтесь с Белосатан. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»